О главных событиях к этому часу. Турция готова заплатить компенсацию России за сбитый Су-24. Почти 60 тонн топлива сгорело в результате диверсии на железнодорожной станции Весиноватой. Со следующей недели для абонентов Феникса будут доступны WhatsApp и Viber. Премьер-министр Турции Бенали Йилдырым сообщил о готовности Анкары заплатить Москве компенсацию за сбитый над Сирией самолет Су-24. Об этом сообщает РИА Новости. «Содержание письма понятно. Мы выразили наши сожаления и при необходимости заплатим компенсацию. Обе страны хотят нормализации отношений. Думаю, дела идут на поправку», – отметил Йилдырым. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Турции Раджеп Таип Радаган направил Владимиру Путину письмо, в котором выразил свои соболезнования семье погибшего российского пилота. Почти 60 тонн дизельного топлива По данным Минтранса, пожар был ликвидирован силами трех пожарных расчетов МЧС ДНР, а также экипажем пожарного поезда станции Осиноватая. По предварительным данным, речь идет о диверсии, однако окончательного заключения пока не было. Для расследования происшествия была создана межведомственная комиссия, добавили в пресс-службе. Напоминаем, что последнюю диверсию украинские силовики провели 16 февраля 2016 года. Тогда был подорван участок на железнодорожном перегоне Ясиноватая-Скатоватое. В результате было повреждено 50 метров пути и 8 вагонов сошли с рельсов. Инцидент произошел при движении грузового состава из Украины в ДНР. Приложения для смартфонов Viber и мессенджер WhatsApp будут доступны для абонентов республиканского оператора связи Phoenix со следующей недели. Об этом сообщил министр связи ДНР Виктор Яценко. «Нас признают различные социальные сети и мессенджеры. Например, сегодня мы подписываем договор с WhatsApp и Viber. Они будут доступны абонентам Phoenix, причем уже со следующей недели», – сказал глава ведомства. «Отметим, что 24 июня первый в ДНР оператор мобильной связи запустил функцию привязки к номеру абонента страниц крупнейшего в СНГ социальной сети ВКонтакте. Ранее Phoenix объявила доступной регистрации посредством мобильного номера на не менее известных сервисах WebMoney, Telegram, Одноклассники, ICQ, Агенты и других. В планах Phoenix – расширение покрытия и запуск мобильного 4G интернета, окончательное внедрение услуги SMS-оповещения о балансе карты CRB и прочее». Редактор субтитров А.Семкин